Здравствуйте! Ученые такого уровня приезжают очень редко, поэтому у вас есть сегодня уникальнейшая возможность, во-первых, насладиться личным общением с этим человеком, впитать все то, что он несет и то интересное, что он дает людям, ну и, конечно, может быть, если будет такая возможность, задать ему интересующие вам вопросы. Поэтому дерзайте, берите все самое интересное, впитывайте себя, а я вам желаю успехов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Значит, я хочу разобрать несколько сюжетов из теории донарядности и теории игр, начиная от каких-то простых и довольно известных. Нормально, да, слышали? Нормально. Вот, заканчивая, ну, так, чуть более сложными и чуть менее известными, мы начнем с сюжета, который, наверное, держит лидерство по количеству вопросов, которые мне в интернете заданы. То есть, сколько мне писем писали, да, сколько комментариев там, каким-то видео, сколько раз прямо при встречах задают вопрос. Называется «Парадокс мой Тихопа». . Не так, неред Lousy Mio-do-тыÊs. . О! Совсем другое дело, да! Я думаю, что когда я начну рассказывать, то знают еще очень много народа, просто знали по другим названиям. Это какая-то телевизионная игра из каких-то реалий 50 лет назад, в которой человеку, испытуемому, сообщалось, что есть три ящика, в одном из которых лежит сокровище, сундучок лежит с сокровищами, ну, допустим, золото, а в двух других стоит мусорное вино, полное мусора, но не известно где. И правила такие. Он должен подойти к одной из дверей и взяться за ручку, но не открывать. После чего ведущий эту игру открывает одну из двух оставшихся дверей с мусором обязательно и показывает ему. Вопрос. Что после этого лучше сделать? И Ewald я ещё чуть-чуть, и я там же говорил, что очень важно. больше рэндовил, со стороны следует избавить к фиге. Я только проигрываю, как лучше из Донбいа. Я понимаю что вы эмоции с нас, меня есть какие-то завицы с выиграли, что мы занимаемся с倫никуем информацию по меньший двоёски низ. Но как, известно, этот шаг за внимание ovat не договорились? И давайте мы его разберем. Почему-то очень много она вызывает споров, хотя она на самом деле абсолютно тривиальна. То есть это такая задача, в которой вся сложность – это врубиться в условия только. Если вы в него врубитесь, то она становится понятной. Значит, итак, смотрите. Первый шаг. Вы берете наугад за какую-то дверь. И понятно, что, скорее всего, на третье, это та дверь, где лежит сокровища. Второй шаг. Ведущий открывает на свой выбор, на свой выбор, открывает одну из дверей, где есть мусор. Но если, как бы сказать, смотрите, какая ситуация. Если вы взялись за дверь, где было сокровище, то у него есть выбор, какую из дверей открыть. Он его как-то осуществляет. Но если вы взялись за дверь, где на самом деле сокровища нет, то у ведущего в этот момент нет никакого выбора, правильно? Потому что из двух оставшихся дверей в одной лежит сокровище, а в другой мусор. А по условиям нужно показать вам мусор. Поэтому в этом случае, в этих двух случаях, когда вы взялись за дверь, где сокровища нет, на самом деле у ведущего выбора нет. Он открывает дверь, где находится мусор, и вам ее показывает. Ну и вот теперь вопрос. Вопрос, как вам лучше себя вести. Ну и действительно, смотрите. Есть три варианта вашего первого случайного лишения. Первое. Первое. Это если вы взялись за дверцу, где лежит сокровище. Второе. Это если вы взялись за дверцу, где лежит мусорная корзина номер один, да? И третье. Это когда вы взялись за дверцу, где лежит мусорная корзина номер два. Три разных вариантов. Теперь вопрос. Если вы используете стратегию не менять дверь, то в каких вариантах из этих трех вы в результате получите сокровища? Нет. Только в первом. А именно, если вы сразу за нее взялись, заправили. А внутри у них вы поменяете и увидите мусор. А если вы используете стратегию «поменять дверь», тогда, а если, значит, вы вначале взялись за это, то вы заминусовали на самом деле ваше сокровище, да? Если так вышло, что вначале вы взялись за сокровище, то стратегия «поменять дверь» привела к тому, что вы увидите мусор. Но если вы вначале взялись за дверь, где сокровища не было, то, меняя дверь, вы точно получаете дверь, где сокровища есть. Потому что вот в этом случае вам будет показан вот этот вот кадр, и, соответственно, меняя дверь, вы будете менять на оставшуюся закрытую, и в ней будет сокровища. А в этом случае показан будет этот кадр, и, опять же, аналогично этому оставшаяся единственная дверь, которую вы сможете открыть, будет сокровища. То есть, если вы используете стратегию «менять дверь», вы в двух из трех случаях получаете сокровища. А если вы используете стратегию «не меняйте», то вы в одном из трех случаев получаете сокровища. Поднимите руку, кто понял. Отлично. Вот честно, я не понимаю, почему так много вокруг этого споров. То есть даже когда он, вроде как, полностью вот так изложил все, ну, все равно в интернете появляются в комментариях, ну, совершенно непонятные, там, замутренные, какие-то там рассказы, про то, что это неправильный вид рассуждения и так далее. Но да. Не quê, там, здесь можно неправильный вид рассуждения провести. Так, вот. Ну, это для впечатления. Я еще тряпочку, чтобы стереть. А пока будем здесь. Значит, второй сюжет... Ага, есть, да, ага, так же ее с водой используют или так просто, да? Так, второй сюжет тоже достаточно известный был одно время, лет 15 назад, про него в том числе и на телевизоре даже рассказывали, называется «Ошибка или болезнь». Сюжет включается в следующем. О, спасибо, это мокрое, да? Ага, сейчас затру здесь, и пока будет высыхать, работаем справа. Итак, вводные данные состоят в следующем. Есть некоторые… О, слушайте, как хорошо сейчас об этом вот так рассказывать. Слушайте, какой момент? Какой момент? Короче, на Земле появилось некоторое видение. Это начальное время. Блин, а, слушайте, какой момент? Ну, нехорошо смеяться за такой опасный момент, но тем не менее, как-то да, получилось неожиданно. Действительно, значит, и так вспыхнула некоторая эпидемия. Предположим, что вспыхнула некоторая эпидемия. И врачи утверждают, что у них есть приборчик, в который человек может встать в эту рамочку, да, где-нибудь в аэропорту. Приборчик его просканирует и выдает 95% случаев истинное состояние человека, а в 5% выдает ложное. Заметьте, что это уже некоторое такое допущение, что он ошибается одинаково часто в случае, если вы здоровый, в случае, если вы больны. Вообще говоря, есть такие ошибки первого и второго рода. Наверное, Олег рассказывал, да? Про них. И могут быть разные здесь значения этой вероятности. То есть он может ошибаться на больном человеке, ошибаться в 1% только в случае, а на здоровом человеке ошибаться в 10%. Ну, это все равно может быть так же математически все проанализирует. Ну, давайте для простоты считать, что наш прибор на больном человеке ошибается в 5% случаев, называя его здоровым. И на здоровом человеке в 5% случаев ошибается, называя его больным. Теперь, какой процент населения на данный момент заражен? Задача предполагается, что в 0,1% людей заражено на эту болезнью, ну и вы решили пройти тест, зашли в этот прибор, и он вам говорит, что вы вольны. Это ответ прибора. Подвижение. Валерий Курасов, Валерий Курасов. С какой реальности выольны? Понятно, в чем подход? Ответ не есть, что выольны с 15. Почему? Кто скажет, почему? Валерий Курасов. Валерий Курасов, Валера Курасов. Валерий Курасов, Валерий Курасов. Какие события, какой розыгрыш случайных событий, приводит к ситуации, что прибор сказал, что вы больны? Либо вы здоровы, и прибор ошибается, либо вы действительно больны, и прибор показываетесь. Именно так. В каком классе? Я в классе. Как тебя зовут? Юра. Юра совершенно прав. К этой ситуации ведет два разных сценария. Первый сценарий, смотрите, у нас есть изначально, как это нарисовать, изначально есть вот такое дерево разворачивающихся событий, где первые стрелочки соответствуют розыгрышу с вероятностями 0,999 и 0,001 событий болен вы или нет. То есть вот здесь на самом деле вы болен, здесь на самом деле вы здоровы. вот, а дальше 0,95 и 0,05 – это что прибор прав или прибор неправ. И тогда, если вы здоровы и прибор прав, то он говорит, что вы здоровы. Если вы здоровы и прибор ошибся, он говорит, что вы больны. Если вы больны, прибор прав, он говорит, что вы больны. Если вы больны, он ошибся, то он говорит, что вы здоровы. Теперь что вам сообщили? Вам сообщили, что вы больны. Вы зад Xavier. В последний раз. Работа у вас. Как вякновенность? Как степенанское состояние? Что вы думаете? Это не только кто? aft. Как степенанское состояние? этот не является математически выводимым. Это просто некоторое допущение, которое мы все приняли. Вот здесь с теорией вероятности надо вообще быть очень аккуратным, потому что в теории вероятности многие вещи мы воспринимаем как данность, например, независимые события, что вот события происходят совершенно независимо. Какая вероятность, привожу пример, какая вероятность, что вы выйдете на улицу и в течение 5 минут встретите человека в военной форме? Ну, допустим, она равна 50%, допустим, да? Я не знаю, может, липуски повыше. Много вариантов 30? Ну, хорошо. Пусть 50%. За 5 минут прохода по городу 50%. Хорошо. Какая вероятность того, что вы за эти 5 минут встретили двух военных? 0.125, да? 50% от 50%. Отлично. Идем дальше. Что вы встретите трех военных? 0.125. Одна вторая, вот одно второе, да? То есть половина случаев, когда вы встретили первого военного, вы встретите еще одного. Половина случаев, в которых вы встретили первого военного, да еще и второго, вы встретите еще и третьего. Ну и постепенно эта вероятность там, ну как бы если действует, то это будет равна вторая в десятый, вероятность встретить 50 военных, будет равна одной второй в пятидесятой степени и примерно одной, ну триллионной, да, в пятнадцатом вестись там поставить. Я прощу прощения, но они же подразделения перемещают. Вот. Как вас зовут? Тимофей. Вы засвоили мне все. Извините. Я как хотел выпускать следующую мысль. А теперь вы едете по улице и на следующий вам идет пол солдат. И все. Вероятность того, что вы встретите на улице пол солдат не равна одной триллионной, правда? Гораздо выше. Что здесь не так? Вот что было не так? Мои впечатления в том числе, что это так? Что вы уже работали, уставшись на наезд и защиту? Независимость. Независимость событий. То есть вероятность встретить двух военных, трех и так далее, не равна произведению вероятности встретить одного военного в количестве того, сколько военных вы встретили. Потому что иногда они входят целым в домах, которые существуют совершенно бездумно везде. Она на самом деле требует аккуратности и в данном случае совершенно верно. Они ходят туда с деревьями и вероятность встретить 50 треневых вовсе не отновременно. Гораздо выше. Основная позиция. И какие они действительно выходят, когда на рынке они будут идти в них. Единственное количество мы имеем в виду. Ну да, но можно и на улице Малый, пока никакой маршрута не было по городу. Я сочетаю ни одна гривенка. Это могут, наверное, полосовать. Вот. Я к тому, что нужно быть с этим аккуратным. И вот это вот про то, что правила Вайеса. Вот что Вайес заявил. Ну, говорит, если вам уже сообщили, что вот этих исходов нет, то надо по-новому пересчитать вероятности тех двух исходов, которые были. Так, чтобы они теперь в сумме были равны единице. Ну, как по-новому? Ну, первое, что приходит в голову, это сохранять пропорцию между ними. Да? То есть, если что-то произошло с вероятностью одна тысячная, а что-то с вероятностью одна десятитысячная, да, но вы уже сообщили, что одно из этих событий произошло, то вам придется пересчитать так, чтобы первое оказалось 10 раз более вероятно второе. Да? То есть, если вот с одной десятитысячной вероятностью там еще. Ну, в общем-то, понятно. Понятно, что я имею в виду. И то, и другое маловероятно. Но если я уже сообщил прибор, что вам Вайес, значит, что-то из этого произошло. Тогда надо пересчитать, чтобы сумма главная единица. То есть, поделить оба на сумму. Ну, давайте посмотрим, какое будет между ними отношение. То, что вы больны и прибор оказался прав… Ой, извините. То, что вы больны, а прибор ошибся, вероятность вам такая вот. А то, что вы на самом деле… И это нужно умножить на то, что прибор ошибся. Это первый вариант развития событий. А второй, что вы больны, но прибор был прав. Ну, смотрите. Если действует как в физике, то это можно проигнорировать. Понятно, да? Ну, что это такое? Это единица, это тоже, в общем, почти единица. То есть, сдвиги будут не великие. Получится отношение одной двадцатой к одной тысячной. То есть, пятьдесят. Ну, если это не игнорировать, то еще больше будет. В общем, вероятность того, что на самом деле вы здоровы, а прибор на вас дал зной, в пятьдесят раз выше, чем вероятность, что вы больны, а прибор совершенно верно это детектировал. В пятьдесят и даже немножко больше, чем в пятьдесят. Соответственно, тебе надо просто сказать, что реально вы больны, ну, где-то вот 0,02, два процента примерно, даже чуть меньше. А то, что здоровы, это у нас 180 больших процентов. То есть, вы проверились в этом приборе, но если данные таковы, как нарисовано, все-таки причин для беспокойства нет. Задача на одном. Проверьтесь еще раз. И скажите, какие шансы, если вы два раза подряд в независимых двух приборах будете детектированы как зараженные? Попробуйте решить эту задачу. Там уже будут реально вполне сравнимые вероятности, что вы заражены, и что приборы дважды ошибся, они будут очень похожи друг на друга уже, но не будут отличаться во многом по выразке. То есть, это будет уже предмет для серьезного беспокойства. А одноразовая проверка на таком странном приборе не является предметом для серьезного беспокойства. Кстати, я как раз прочел статью, что чемпионату будет. Нет пока приборов, которые мы, наверное, определяли. Вопросы? Не стесняйтесь, если есть вопросы, задавайте. Нет. Хорошо, идем дальше. Следующая зарисовка по теории вероятности называется вероятность встречи. В Москве я бы рассказывал, ну, в Москве и других огромных городах, я бы это рассказывал, как встреча в метро, но про фактически метро нет, то надо выбрать какое-нибудь типичное место в Лепецке. на участие в Лепецке, при чемпионате, например, посеве в Киеве, про социальных группах, то есть, скажи, что variant мая, то есть какая-то другая, то есть и вы договорились встретиться в самом центре этого торгового центра. Но там такая вот интересная история, вы договорились встретиться в некоторый промежуток времени, окончательно не договорились, какой промежуток времени будет происходить встреча, в смысле, какой момент, то есть вы договорились только, что вы встречаетесь между 9 и 10 в некоторый случайный момент. Ну, там вокруг этого много разных придумано романтических описаний. Например, молодой человек назначает девушку свидание и говорит, мы должны бросить монетку, и если нам повезет, значит, это очень хорошо, а если нет, значит, видимо, не судьба. И, значит, монетку они бросают такую, они бросают ее, как бы, в рулетке. Вот это вот 9 часов, это, значит, 9, так, давайте по-человечески запустим время против часовой стрелки по математически. Вот так будет. Вот. Вот запускаете рулетку. И куда упало, вот в этот момент вы приходите навстречу, ровно в этот момент. Если вот здесь упало, это значит, что в 9, там, 25 вы приходите навстречу. И дальше правило такое. Рулетка. Каждый ждет 20 минут. Либо до 10, 00, если 20 минут, захлёст будет через 10, наверное. То есть, если, например, ваша рулеточка упала на 9,53, то вы приходите в 9,53, ждете 7 минут и уходите. Если рулетка вашего, значит, ну, самого человека, которого вы ждете, молодой человек, девушка ждет, девушка молодой человек ждет, да, вот если рулетка вот так, например, упала, то вот видите, вот она прибежала сюда, а он еще здесь. Они встретились, да? А если она вот так упала там, например, да, то тогда вот он ждал вот эти 20 минут, а она пришла здесь, подождала вот эти оставшиеся до 10, и они не встретились. Значит, не судьба. Не сходите. Не сходите. А если, например, у вас сходите в 2 части, то не сходите И, д fedor, а если ли у вас все себя делаем, то что он делал за 11. А вы пишете? В 3 части на 2 части. А вы получили до 100 коверных десятидных. Или выбéré. А если у вас есть во влевая. Ну, я бы не подозревать. Это один из гостей, наверное. А у меня все время надо сделать, что так интересно, что они уже думали. В Москве было такое специальное место, назывался «Телефон на метро проспект Маркса». В советской Москве был такой телефонный аппарат на проспекте Маркса на переходе на площадь Революции, на Театрагер. Это тоже называлось «Площадь Свердлого». В общем, там был такой телефонный аппарат. Если встречались в Москве, не указывая места, то это точно было у этого телефонного аппарата. Но его снесли за ненадобностью. Ну, и вот сейчас уже не очень понятно, что такое мест в Москве, которые все имеют в виду, я даже не знаю, что сказать. Наверное, сейчас ничего не было. Ну хорошо. Давайте решать задачу. Что? Большой театр. Большой театр. Вот, значит, смотрите, ответ, который напрашивается 1-3, 20 минут, это 1-3 с промежутка между 9 и 10 часов. Но на самом деле он неверный, потому что, ну, например, к последней причине, если я зафиксирую, что кому-то выпал какой-то конкретный промежуток, вот, выпал, например, молодой человек вот это, да, выпал ему 9.25, и он ждет до 9.45, то количество моментов времени, которое устраивает девушку, оно гораздо больше, чем треть всех моментов, правильно? Потому что если она придет даже в 9.06, даже в 9.05 она еще его спину увидит, ее с фальсом, вот, то есть в этом случае, на самом деле, получается очень много, реально очень много моментов, когда она может прийти и его встретить, но единственное, что это для вот такого промежутка, если он пришел ближе к концу и ждал всего 7 минут, тогда таких моментов, которые устраивают ее, будет меньше. И вот надо придумать, как получить усреднения, не будем же мы сейчас все такие варианты рассматривать отдельно и потом как-то усреднять. Надо придумать какой-то такой лайфхак, да, который вам позволит сразу увидеть все ситуации на одной и той же схеме и среди всех возможных розыгрышей ситуации вы посмотрите, какую долю занимают те, которые вас устраивают, ну, в смысле, в которых вы встретите. Вот как представить себе множество всех исходов этой рулетки, такой вот сложной рулетки, когда и один рулетку запускает, и другой. То есть множество парных исходов. Исход для девушки, исход для молодого человека. Но девочка по-любому опоздает. Да, это внемодельные соображения, действительно, внемодельные. То есть она, ей выглядит 9.25, но у нее она все равно 9.50. Но будем считать, что у нас точная как часы девочка. Вайки только. Да? Тогда парень опоздает. Тогда парень опоздает. Нет, давайте попробуем представить себе, все-таки, вот прям представим себе двух людей, которые умеют вовремя, вот тогда, когда сказали, когда один стрелочный скажет. Давайте тогда посмотрим, как выглядит ситуация. Ну, вот что такое одна реализация, да, вот этих вот двух моментов. Вот у одного реализовался какой-то момент, и у другой реализовался какой-то момент. Вот как увидеть все такие события в одном, вот на одной картинке. Как это множество, но что выглядит? А координатные, а координатные? А? Так, сейчас, давайте. Значит, какие-то слова правильно уже я слышал. Ясно, что речь идет о плоскости, правильно, координатные? Потому что здесь момент, который у одного и момент другого, да? Если это независимые розыгрыши, то у нас получается, что, ну, как бы любая, вот, любая пара моментов, момент x у парня, y у девушки. Теперь вопрос, где меняется x и y? Да, по сути, да, между 0 и 1, но и между 9 и 10 и 2. Можно считать, что здесь 9, 0 и 0, здесь 10, 0 и 0, да? И здесь тоже, видно здесь? Да. 9, 0 и 0 по вертикали, и 10, 0 и 0 по вертикали. И вот получается замечательная совершенно картинка, что на самом деле множество всех событий здесь – это вот такой вот квадрат. Любая точка квадрата один в один соответствует некоторому конкретному описанию ситуации. А именно, координата вниз говорит нам, что вот эта точка означает, что парень пришел в 9, 40, девушка пришла в 9, 0, 5. А вот этот момент означает, что парень пришел в 9, 25, девушка пришел в 10, 57, ну и так далее, да? То есть, вот как бы мы их увидели, как такое множество. Ну и теперь опять, что предполагается, а что вычисляется? Предполагается равномерное распределение всех возможностей внутри этого вашего события. То есть, если рулетка честная, честная, если бы рулетка была настроена так, что она почти всегда выпадает на 9, 30, плюс минус 5 минут, то это была бы нечестная рулетка, и они бы, скорее всего, встретились. А честная рулетка означает, что все события равновероятны внутри такого отрезка. Как это называется в своей вероятности? Это называется равномерное распределение. Наверное, я слышали, да? Я слышал, равномерное распределение. Соответственно, постулат заключается в том, что в этом случае просто измеряются площади тех или иных событий. И сравнивается с площадью самого. Ну, самого у нас сразу точно равномерится уже, поэтому нужно просто посчитать площадь события, которая заключается в том, что девушка с парнем встретилась. Для того, чтобы почитать площадь этого события, нужно его определить. Как математически определить событие, что девушка с парнем встретилась через x и y вот эти? Молодец. Снова молодец. Так. Итак, совершенно верно. Если по модулю моменты, которые выпали, по модулю меньше 20 минут в любую из сторон, но 20 минут в нашей системе координат это одна треть, правда? Потому что у нас час принят за единицу измерения. Поэтому нужно найти множество на квадрате, которое описывается вот таким неравенством. Ну, или давайте, пусть если сми, но увидим, он все-таки может что-то хватит еще за минуту, да? Меньше или равно поставим. Это не очень важно. На площадь это не повлияет. Отличение или нет, границ множества. Ну все, как вы это множество на нашем квадрате? Я могу спросить Юру, Юра ответит. А если Юра не ответит, а просто промолчит, то знаете, что вам надо сказать? Я могу, я не делайте, как вы. А, понял, тоже тогда пока тихо. Кто из экономистов может быть, кто из финансистов может ответить на этот вопрос? Экономистов или финансистов? Как это вы говорите? Это галка? Не совсем. Это галка. Ну, я, может, не очень понимаю, что значит слово «галка». О, блин. Хорошо. Давайте такой вопрос. Отрезки, пожалуйста. Это фигура. Что? Отрезки. Громче говорим. Отрезки по краям и срединку оставим. Отлично. Даже музыканты. Экономисты и финансисты. Берите пример. Я всегда говорю, что музыка, как называется, очень известна. Совершенно верно. Это шестиугольник. Отрезаются вот такие углы, и дальше проводится вот такая вот колбаса. Такая. Это шестиугольник вот такой вот. То есть, смотрите, вот эта вот диагональ, это x равно y. Если я пишу x равно y плюс там ε, значит, я чуть-чуть ее направо сдвигаю параллельно переносом. Если я x равно y плюс ε налево, мне конец и будет другое, но я, по слову, должно быть не очень большим. Оно должно быть не больше одной трети. То есть, я должен сдвинуть ее по вертикали, не больше, чем на внутренней верхней миссии. Ну и получается вот такая зона. И это зона встречи. Вот. Вот это вот счастливое событие, где было лучше, что это девушки, оно находится внутри вот этой красной зоны. А в синих треугольник по бокам несчастная ситуация, когда они встретиться не смогли. Один другого прождал два сутка, он ушел, потом тот пришел и тот ждал. Зато еще время. Значит, нам нужно найти площадь этой красной фигуры, но, наверное, проще найти площадь оставшихся, правда? Потому что два оставшихся треугольничка можно друг с другом вот так совместить, и получится что? Квадрат со стороной? Две трети. Какая площадь квадрата со стороной две трети? Четыре девятых. Четыре девятых. Значит, у красной фигуры? Пять девятых. Пять девятых. Заметьте, что и так плохо. Не одна треть, как в начале первой секунды казалось. Больше половины, по крайней мере, ситуации приведут к тому, что они встретятся. А точная ответа пять девятых. Вот это носит название геометрической вероятности. И в простейших ситуациях всегда предполагается, что там все равномерно, но в более сложных ситуациях может быть распределение не с такой плотностью. Там может быть нормальное распределение. Такие страшные слова слышали когда-нибудь? Да. Нормальное распределение. Вот тогда надо по-другому. Тогда придется считать настоящие интегралы. Прямо самые настоящие. Тут мы не обошлись просто школьной геометрии. А могло бы потребоваться, чтобы мы считали двойные интегралы. А если бы встречались 10 человек, пришлось бы считать интегралы в десятимерном пространстве. То есть задача про то, с какой вероятностью произошло 10 событий каких-то, да? Это задача о рассмотрении десятимерных фигур и вычислении их объемов и интегралов относительно распределений, которые на них заданы. То есть это уже довольно сложно. Это уже как бы нормально, в колене и на выборах. И так сказать, что Urheres к Лес не особо не стоит решать, но что будет настолько психиатываем. Так, вопросы по этому сюжету? Нет вопросов? Ну тогда следующий сюжет вам будет более близок. Он будет и... из серии «Теория игр», ну и, как бы сказать, «Азартные». Итак, предположим, что вы пришли в запрещенное место, называемое казино. Казино в России разрешено только в определенных местах от азартной резервации, и правильно, там не осталось. Но, видите, у меня казино запрещено, да? Поскольку он может запрещено. Но все-таки вы пришли в казино, допустим, в Сочи, там, или застольки, где они есть? Они ходят в Кистах ездят? Голоруссия. Несомненно, в Кубайске есть, да? Ну, кстати, они уверены. Это правда. Это правда? Да. Ну вот, пришли в казино. Пришли в казино, и вам предлагают билет на на некоторую беспроигрышную лотерею. Вот беспроигрышную. То есть, вы купите билет, конечно, но потом уже проиграть не сможете. Только выиграете. Если повезет. А как будет устроена эта лотерея? А вот. Тот, кто вам продал билет, зажимает монету орлом или решкой. Сам зажимает. Но вам не показывает. Показывает, что уже задал. А вы пытаетесь угадать орла или решку. Если не угадали, значит, вы купили билет просто так. Вы проиграли. Но проиграть нельзя. Это просто ноль. Ну, то есть, вы идете спокойно дальше. Может, еще один билет купить. А вот если вы угадали, то в случае орла вы получаете шесть тысяч рублей. Или там шесть белорусских рублей, да? Ну, давайте шесть белорусских, чтобы не считать. Шесть белорусских рублей. А если вы угадали решку, то вы тоже выиграли. Но не шесть, а три белорусских рублей. Чего ты? Показывает. И вот здесь, давайте. Поделим, что делать? Собственно, билет стоит. А вот, правильный вопрос. Сколько стоит билет? Ответ. Именно это мы сямсь и будем пытаться понять. Сколько по чесноку должен стоить билет на этой лотерею? А можно еще вопрос? Он же моржа. Сейчас, по очереди. Что? Какой вопрос? Моржа. Моржа? Нет. Просто как бы ничего нет. Этот мужик, он на один из аминдар в казино, он сам подает и все. Это лично между вами. То есть вы взяли у него за какую-то день ему право сыграть в эту игру. Дальше, если не угадали ноги, если угадали орла, шесть долларовских рублей. А угадали лишь на три долларовских рублей? Да. И вопрос еще был. Тераж отелей. Да. Тераж отелей. Но очень большой. То есть вопрос с трейки. Да. Допустим, есть очень-очень много билетов. Грубо говоря, вы берете там сто билетов, и вопрос при какой цене вы будете в нулях после здоровья розыгрыша и в среднем. Вот этот вопрос мы им задаем. Вот именно на него мы сейчас будем отвечать. Сколько должна по-честному стоить такая лотерея? Так что если она будет дороже, вы скорее захотите сами продавать такие билеты и играть за ведущую, то есть зажимать. А если она будет дешевле, вы будете готовы наоборот наоборот. То есть вы можете продавать и просто покупать. Есть такая цена. Мы должны ее найти. Это наша задача. Такие есть соображения? Можно спросить? Да. Вот вы сказали, что кладем монету в руку, да? Человек, который вам продал билет, зажимает ее так, как хочет. А вот он же может ее потом рожать. Нет. 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 Заеду к одеяру. Знаете, это анекдот, да? Идет похоронная процессия и несут человека, который умер, потому что восемь взяток на мизе взял. Идут его ближайшие друзья, загрованные. И Ваня говорит Пете, друг Ваня его, говорит другу «Блин, я должен был в семерку бегом, он бы девять взял!» А Пете, ну ладно, игра хорошо получилась. В общем, нет. Такого нельзя. Если он зато, он уже не может менять. Жонечества не будет. А какая вероятность, что он будет менять строго? Что он не будет… Всегда одинаково играть? Нет. А он будет играть, и мы не знаем. Мы знаем про него следующее. Да, да. Смотри, я не знаю. В результате есть одинаково играет. И это не менее 1-8. И это не менее 1-8. И это не менее 3-2. А это не может… Немного рояльного права? И это будет, наверное, да? Не надо там, ваше. Но он уже не достаточно. Не каждый раз если у него не будет. И мы занимаемся в тренировке, и нам надо было наиментироваться. Есть ли у нас какая-то тренировка. Какой короткий? А если он просто купил, то будет весом. То, что он будет Abraccia, конечно. И это будет глупо со стороны того, кто играет, поэтому ясно, что он изменит стратегию. Но то, как именно он будет играть, мы не знаем, это и есть вопрос. То есть мы сейчас должны понять, мы должны ответить в том числе на вопрос, как в нее надо играть, как в нее будет идти розыгрыш. Теревые игры, она должна предсказать течение такой игры. От раза в разу. То есть мы не можем сказать точно, что он… мы не можем сказать, допустим, сейчас он обязательно зажмет орла, а в следующий раз зажмет орла. Если бы и так было известно, если бы можно было по нему это сказать, то тот, кто с ним играет, он бы знал, что вот сейчас он зажмет орла, значит, он сейчас пытается угадать орла повыше 6 рублей, да? А в следующий раз резку. Нет, конечно, прогноз должен быть основой на каких-то вероятностях, что с той или иной вероятностью он зажимает орла или нежно. Ну вот смотрите, наивно было бы считать… наивное решение такое. Что он вам будет паривать? Представьте себе, что такая лотерей на самом деле есть. Что он вам будет паривать? Он будет говорить, смотри, парень, с вероятностью 50% ты называешь орла или нежно. А это все, в общем, это все. Ясно, что мы будем менять стратегию все время, чтобы нас не узнали, как мы себя ведем. Значит, все равно 150 на 50 ты будешь и все равно 150 на 50 ты уже я буду. Тогда если это орел – это решка, это орел – это решка, это орел – это решка, то тогда что происходит? Вот здесь выигрывается 6 белорусских рублей, здесь 3. Правильно? А здесь по нулям. И тогда в среднем это одна четверть от 6 рублей плюс одна четверть от 3 рублей плюс там одна вторая от 0 рублей. То есть в среднем получается 9 четвертых, то есть 2,25 белорусского рубля. Вот эту информацию он наверняка будет вам в паре. и если он будет подбрасывать монету, то она будет вам объяснять, что это стоит 2 рубля и 25 белорусских компетентов. Почему это неправда? Давайте понимаем, почему это неправда. И тогда мы поймем, как с вами правильно объяснили. Но если билет стоит 6 рублей, то я как бы при одном случае не поднялся к нам, поэтому мы не подняли В следующем выиграю шесть, а при другом выиграю три. Но тот человек, который мне продал билет, я уже забыл. А если мы будем все время Арбат называть? Вот, правильно. Снова Юр правильно говорит. Смотрите, если он подкидывает монету, как он меня пытается убедить, я говорю, не я друг, да? Если ты подкидываешь монету, я не буду подкидывать монету, я буду все время называть Арла. Потому что вероятность выигрыша одинаковая, что эшка, что Арла. Если он подкидывает монету, то вероятность моего выигрыша одинаковая, что при Арле, что при Эшке. Но выигрыша больше при Арле. Значит, надо нажать Арла. А значит, вот этот прогноз был неправильным. А какой же тогда прогноз будет правильным? Давайте подумаем. Одна вторая от шести, одна вторая от шести, одна вторая от шли. Что? Одна вторая от шести, одна вторая от шли. Это иное вторая от шести, два вторая от шести, два вторая от шести, два первых шести, два первых шести. На сайте, на сайте, у меня не HAANA. Частоты, насколько часто он будет показывать Арла и Решку? Как думаешь? Кто как думает? Понятно, что если он будет все время показывать орла, это не прокатит, потому что мы будем угадывать орла. Если он все время Решку будет показывать, не прокатит. Мы будем все время Решку вызывать и выгодить по 3 рубля когда. То есть ясно, что он будет иногда показывать орла. А иногда… 2 на 3 может быть орла? Да, конечно, Дашечка. Конечно, 1 на 3. Смотрите, почему 1 на 3? Да, нам нужно что сделать? Чтобы у меня не было шанса у него выиграть какой-то детерминированной стратегии. Ясно, что в этой игре не может быть детерминированной победной стратегии. Если бы она была, то я бы называл одно и то же, а он, угадав, что я называю одно и то же, зажимал бы наоборот. Поэтому единственный прогноз, который здесь может быть, это что? Мне должно быть совершенно все равно. Называть орла или Решку. А это будет, если орел встречается двое режущим Решка. Ровно. Потому что тогда я могу угадать орла в одном из трех случаев получить 6 рублей, а могу угадать Решку в двух из трех случаев и в каждом из двух получить по 3. Это уравновешивает одно и другое. Но если в обратную сторону будет то же самое. Потому что, если я веду себя как-то иначе, чем один к двум тоже. То есть, если я, например, пополам веду себя, иногда половину лучше провел Решку называю, он будет Решкой все время зажимать. Правильно? Он тоже как бы сойдет вот с этой своей стратегии одна треть на одну треть. Но это тоже разрушит разновесный прогноз. Он уже не сможет дать такой прогноз. Потому что если я увижу, что он все время реже зажимает, я буду и угадывать реже. То есть нам нужно дать такой прогноз, который не разрушается со временем. Такой самоподдерживающийся прогноз. И здесь он только один в этой игре. Это когда он в одном из трех случаев в среднем, зажимая ОРО, и я в одном из трех случаев в среднем, тоже называю ОРО. В этом случае каждому из нас на самом деле становится абсолютно все равно, что именно делать. И раз все равно, то мы готовы следовать этой равновесной стратегии, как говорят все время. А именно следовать ровно той стратегии, которая будет приводить к тому, что партнеру тоже будет совершенно все равно. Ну давайте теперь пересчитаем шансы. С какой вероятности ОРО он загадан и угадан? Одна девятая. С какой вероятности ОРО он загадан и угадан? Четыре девятых. Ну и остальные, соответственно, по две девятых, что произошло в итоге угадание в одну и другую сторону. Ну а теперь пересчитываем шесть девятых плюс двенадцать девятых. Два. Белорусских рубля. Это и есть ценная, это и есть честная цена алтерея. Она 25 копеек ниже, чем нам пытались ставить. Т.е. при многократном розыгрыше ИРА в среднем будет происходить именно так, как мы написали – один и двум с обоих сторон. И поэтому при многократном розыгрыше лишь в одном из девяти случаев будет выграно большая сумма в 6 гр. рублей. В четырех из девяти случаев будет выграно сумма в 3 гр. рубля, и в четырех из девяти случаев не будет выграно ничего. И в среднем, на что будет означать «глагоросто рубля закон». Ну, это меньше, чем «глагоросто рубля». Но смотрите, это чуть-чуть меньше, т.е. как бы вы не сразу заметите, что вас обманывают, да, понимаете? Вопрос, да, есть какой-то? Громче. Вопрос. Нету? Есть вопросы? Тогда сейчас я вам расскажу историю жизни. Это была подготовительная история, придуманная для иллюстрации. А сейчас будет настоящая. Двупличный год. Амнистия заключенных во всей стране 20 лет назад. Я возвращаюсь из Поплода по Таймэру в конце августа публичного года. Со мной едут примерно 15 зэков, возвращающихся на свои места проживания, возвращаются с мест заключения. И билетов совершенно нету, еле-еле взяли какие-то верхние полки бокового плацкарта. Можете представить, как я в них врезаю классно. Верхнюю полку бокового плацкарта. Ну ладно, а внизу едет какой-то отстраненный зэк, который не участвует в общем-то там, в шутках совершенно, на этом самом попоище. И как-то мы с ним познакомились. Едем, значит, долго, и он стал спрашивать, чем я занимаюсь. Как вообще? А, как на воле сейчас живется? Ну вот, сидел, злописто, долго. Ну, он был отпущен. И вот, значит, как на воле, как там. Игорь говорит, а чем ты занимаешься по жизни? Я говорю, я младший, научился сотрудник. А науку как-то нравится? Я говорю, ну, наука теории игр. Чтобы он не чрезвычайно оживился. И говорит, о-о-о, а ведь мы на зоне играем. Мы все время играем на зоне. Есть очень классная игра. Давайте с тобой сыграем. Вызывается тюремный покер. Имеется трипух, если вдруг что. Сейчас будет мастер-класс по тюремному покеру. Значит, играется, игра очень просто. Девушка, а вы заходите сюда, здесь очень молодое место. Садитесь. Вот тут целый вариант в портре, как называется. Значит, игра играется так. На раз-два-три, как вот камень-ножницы-бумага. Знаете игру такую, конечно, да, все? Только там, значит, вместо фигур из камень-ножницы-бумага нужно показывать своему противнику один палец или два. Вот есть два варианта. Один палец или два палец. Если вы показываете один палец, да, это, естественно, одном инструменте. Раз-два-три. Дальше возникают четыре вида ситуаций, которые я сейчас здесь опишу. Если каждый показал по одному пальцу, то мне он предлагал выигрывать два куска сахара. На зоне играли по сахару. Все, что сахар. Значит, если по два пальца оба назвали, то я выигрываю четыре куска сахара, но если называется разное количество пальцев, то он выигрывает три куска сахара. Ну вот, говорили, давай играть. Игра с пробегивами. Средний по нулям. Ну и правда, да, тех соображений, вот, насчет 50 на 50, да? Такие наивные соображения человека, который не знает теории игр. 50 на 50, все по нулям. 2 минус 3 минус 3 минус 4 равно нулю. Ну хорошо, а? Ну я понятно почувствовал подвох. Я под логонитным предломом вышел на пять минут с танку. Вернулся и говорю, давай, но я буду выигрывать три куска сахара, а ты два и успей. Он говорит, почему? Почему, мой друг? Почему ты хочешь сыграть? Все же по чесноку, все в форму. Нет. Ну если все в форму, тогда зачем ты отказываешься? Давай. Я буду выигрывать. Нет, а что такое? В чем дело? Скажи мне, в чем дело? Хорошо, я говорю. Я тебе объясняю, в чем дело. Если я играю за этих, ты чаще показываешь один маленький угол. Он говорит, а-а-а! И что это из вашей ноги следует? Я буду расследовать сразу. Матричные игры, планаду. Считаем равновесие, получаем значение точной вероятности, с которой нужно выкидывать один палец. Что? Точной вероятности? Дальше он мне признался, что он, конечно, знает, что надо чуть-чуть чаще показывать один палец. Но никто не знает, кто точно расходит. Ну ты что, прямо число? А-а-а! Ну, если я в стол туда попаду, теперь я так выграю. Ну давай рассказывай мне, что за числа. И я его пасыпаю в течение ближайших танцев. 10, 15, 20. Ну вот, что ты все понимал. Ображайте нам, правда. 10 лет подряд играл в эту игру, конечно. Ну вот. Значит, в чем состоит идея? Идея опять такая, что если пополам, если он, я знаю, что он в половинных случаях выкидывает один палец, в половине двух, то мне не надо пополам делать. Потому что мне лучше два пальца показывать. Я в одном случае выигрываю четыре, а проигрываю три. А если я показываю один палец, я выигрываю два, а проигрываю три. Тогда, если я верю, что он вот такой вот урак все время пополам, как я все время два пальца буду играть. Да? Это разрушит равновесие. Это невозможное равновесие. Такого не могу быть. Значит, соответственно, равновесие начинают шансы меняться. Ну вот как эти шансы посчитать точно? Ну давайте прямо возьмем, напишем уравнение. Если с вероятностью P против нас играется стратегия один палец, это вот так вот условно обозначается, и с вероятностью 1 минус P, оставшейся, играется стратегия два пальца, то что я буду получать, если я сам буду показывать один палец? Сколько в среднем я выиграю? Давайте просто напишем, как функция P. Кто прониктует? Так. Кто быстрее, склонники или музыканты? Или все-таки кто-то из экономистов спасет честь заведения учебного? И скажет, как выглядит. Ну, готов кто-то из экономистов сказать, какая здесь формула? Ну, конечно. 2P минус 3 на 1 минус P. То есть, с вероятностью P против моего одного пальца показано 1 палец, и тогда я выиграл 2 очка, как там написано, а с вероятностью 1 у нас P против моего одного пальца показано 2 пальца, то есть, я выиграл 3. Значит, в среднем 2 очка… 2 очка P минус 3 на 1 минус D. Так, давайте теперь хором. Что я буду в среднем получать, если я показываю 2 пальца? Минус 3P на 1 минус D. В правом случае, если я прошу, я буду показывать 3 сейчас. Я буду показывать 2-1 минус D и я на 3-2 минус D. А ну, в определенном случае, я буду показывать 1 раза. Так решаются и такие простейшие игры, решаются таким образом. Должно быть правило, чтобы решить. Ну, это просто решение уравнения, да, написано. То есть 2P минус 3 на 1 минус P равно минус 3P плюс 4 на 1 минус P. Так, как решать? Ну, 3P надо наделать, перенитывать, да? Потому что 5P равно 7 на 1 минус P. 12P равно 7. И вот вам ответ. Ответ такой. Один палец показывается в 7 из 12 случаев. Чуть-чуть чаще, чем в 2. То есть делаете как? Если орел, то показываете 1 палец. Если решка, то бросаете кубик вдогонку. И если на кубике единица выпадает, то тоже показываете 1 палец. А если на кубике 2, 3, 4, 5, 6 в этом случае, то есть решка и 2, 3, 4, 5, 6 это 2 пальца. А орел на единице — это 1 палец. Орел или решка на единице — это 1 палец. Получается 7-12. И чему же будет выигрыш равен? Ну-ка, посчитаем, чего будет равен, какой выигрыш он мне удокомил, когда предлагал играть за вот этим. 2 умножить на 7 двенадцатых, минус 3 умножить на остаток, то есть на 5 двенадцатых, или... Что это? 7. Сколько громче? Минус 1 двенадцатая. Вот так. В среду на кону я должен был по его расчетам проигрывать 1 двенадцатого пуска сахара. Разумеется, это означает, что я буду то выигрывать, то проигрывать, но эдак ходов за 100, за 120 сахар будет таять. Постепенно, да, мой сахар будет таять. Ну вот стоит очень много, это долго-долго сидеть и играть. То есть я не сразу это замечу, а? В общем-то, да, по-моему, что ходили такие слухи, там ходили люди, которые говорили, вот, мне ведь на сахар не везет. А другие специально подученные говорили, а мне классно везет, точно так. Ну вот, как-то это компенсируют, что создавался постоянный миф, что это везение и не везение, а вовсе не везет. Но вот математики редко сидят в тюрьмах, поэтому… Ну, исключения бывают. У меня там кое-что сказано даже даже в журнале. Один мой, один коллега сейчас в СИЗО сидит по обвинению в поджоге в Срединой России. В начале было обвинение в том, что он полный изготовил, но полный решить не могли, пытается решить какой поджог, какой-то сам. Ну, вот не знаю, чем закончится. Я трудно, как бы, со свободой утверждать совершенно определенности, что это полная чушь, но… Пока вот он целый год сидит бедный. Вот если он попадет на зону, он быстро научит всех в эту игру. Вот. Так. Ну что, давайте последний сюжетик. Последний сюжетик. Теперь вы поняли, да, что будет, если группа, что, как? Все знаете. Как известно, от самой тюрьмы, да? Так. Последний сюжет называется дуэй. Дуэй. Двое решили стреляться. Пусть это… 19 век. Да. Из-за девушки, естественно, да? Вот. Но не русская рулетка, а попроще. Будут стреляться друг с другом. Встанут на некотором расстоянии и по очереди будут друг друга стрелять. У одного меткость попадания 50%, например, у другого 80%, но мы можем обозначить меткость попадания сразу за альфа и беда и вывести общую форму. Но для начала они где-то жребий. Кто первый стреляет? Вот. И давайте посчитаем… Ну, допустим, выпало, что первый стреляет вот этот. Потом таким же образом можно посчитать, если выглядит, что первым стреляет второй. Итак, первым стреляет этот, мы должны посчитать вероятность того, что он победит. Опять, маленький подлов, да? И это вероятность не 50%. Почему? Вот он начинает стрелять. Почему неверно, что вероятность, что он победит, равна 50%? Почему это неверно, друзья? Потому что он может промахнуться, и второй тоже может промахнуться. Если он сразу упадет, да, он сразу выиграл. Но если он промахнется, какая-то вероятность победы у него остается. Нам нужно ее посчитать. То есть мы уже точно знаем, что она будет выше на 10%, на самом деле. Потому что если он сразу попал, то он сразу выиграл. Ну, давайте посмотрим на то, как ее, собственно, надо считать. Смотрите. Мы ее не знаем. Давайте ее обозначим за х. Пусть х – это такая типичная задачка, на которой можно тренировать вот эти вот вещи такие. Вот иксы, там всякие правнения. Пусть х – вероятность победы. Победы первого. Что тогда? Чему она равна? Ну, вот у меня такое получается, смотрите, такое дерево, да? 50% на 0,5. Что он сразу попал? И тогда он победил. Правильно? 50%. Значит, вот на входе х, вот эта х – вероятность победы. Она складывается. Из сценариев что? Либо он сразу попал, либо он промахнулся на льда. С вероятностью 80%. Он умер, все, он мертвец. В этой точке вероятность. В этой точке вероятность его победы равна 0. А если тот тоже промахнулся, то с какой вероятностью он победит в этой точке? Опять х. Опять х. Правда? Опять х. То есть, эта ситуация от этой никак не отличается. Произошло два промаха. А значит, и вероятность победы здесь и здесь, то окна будет одинаковая. Значит, здесь тоже вероятность равна х. А теперь давайте писать уравнение. х равно 0,5 умножить на единицу, потому что здесь он уже просто победил. Вот здесь 1, здесь 0, да? Плюс 0,5 на 0,8 на 0, которое понятно 0. Плюс 0,5 на 0,2 на х опять. То есть получается уравнение с одной неизвестной. х равно 0,5 плюс 0,1 на х. И иными словами, бросаем туда 0,9х равно 0,5. х равно 5,9. Вот единственное число совместимое с этим уравнением. То есть, если здесь 5,9, пересчитывая дальше, здесь тоже будет 5,9. 5,9 – это вероятность его победы. Она складывается из того, что он сразу победил, либо в одном из следующих годов. Ну, понятно, что можно здесь с любыми альфа, бета посчитать. Стартерами получится некоторая формула. Типа там, альфа делить на… Вот. Наверное, что-то такое… Ну и давайте посчитать. Давайте возьмем и посчитаем. Значит, если есть вероятность альфа, вероятность бета, напишем формулу и выведем. Значит, 5-9 для рисковой ситуации. А для альфа и бета х равно альфа, что он сразу попал, правильно? Плюс 1-альфа, что он промазал. В этом случае, если бета, то это на 0 надо умножить. А если 1-бета, то на х. Вот, точнее как, х равно альфа делить на 1-1-альфа, помноженный на 1-бета. Вот такая история будет. Понятно, что мы вычитаем нечто меньшее, чем 1-альфа, поэтому мы это положить не начинали сегодня. А вычитали 1-альфа, получился бы альфа, альфа на альфа равно 1, мы вычитаем меньшее, значит здесь больше, чем здесь. На это положение нечинали, а мы ждем единицы. Это и есть вероятность победы, то я ее абсолютно точно можем посчитать. Итого. Что делает североятности нам, выводя итог? Североятности помогают посчитать шансы при некоторых предположениях, которые мы делали на ситуацию. Независимость роста каких-то там случайных событий, предполагая, что мы пересчитываем что-то по Барису. Вот эти правила, несколько постулатов теории вероятности помогают нам рассчитать шансы на победу, на лотереи, на то, что вы где-то с кем-то встретитесь, на то, что вы больны или здоровы после некоторых испытаний. То есть она помогает найти шансы, она никогда не помогает точно что-то сказать. Теория вероятности – это наука, которая никогда не предсказывает что-то точно. Вот это просто, чтобы вы понимали, да, мы все во всех задачах только считали вероятность. Но, тем не менее, прикидывание шансов – это тоже, ну так сказать, вам может помочь, если вы там какие-то жизненные стратегии делаете, да, вы можете знать, с какой вероятностью теориальные события произойдут. Это, может быть, вам поможет вот в принятии решений. Вот так. Спасибо за внимание и вопросы. 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 Не стесняйтесь задавать вопросы. Есть такая возможность. Вот, год назад. Только громко, у меня громкий голос, а уши очень большие. Очень сильно поменяем. То есть, если вот выпало на этого, который плохо стреляет, и у него сразу пять девяток. Но если бы, а если бы выпало сюда, то мы бы посчитали здесь восемь девяток горбы. А у него была бы только одна девятка. Поэтому, если до разыгрывания хода нужно взлимить пять девяток, и одну девятую, получится три девятых, то есть одна тридцать. То есть, иными словами, если вообще до самого начала, вот эта дверь рассчитывается, то шанс один гол. Одна тридцать, две тридцать. При таким, как ты ехать в рейт. То есть, если ты спреляешь, то нужно за счет первым спринять. Ну, конечно, лучше пытаться, да, скупливать и спринять первым. А по поводу сахара, как раз вопроса. Получается, об общих чертах нужно чаще говорить о девятке. Я правильно помню? Чуть-чуть, да. Семи из двенадцати, и тогда уже никакая стратегия оппонента не придет к тому, что у него была бы пикрышка. Ну, то есть, семь подряд, например, сказать о девятке. Подряд лучше не говорить, угадаю. Ну, понятно, значит, как... В среднем, семь из двенадцати, в среднем, семь... Поэтому я играл, значит, монету и кубик, да, то есть, удобно это разыгрывать с помощью каких-то приборов, дающих случайные величины. Еще вопросы? Да. А вот в холдон-покер играете, с какого вы играете? Громче. В холдон-покер с какого вы играете? Ой, я вообще в покер не играю, я только рассказываю всем, как не выиграть. Так. Еще вопросы? Еще вопросы? Я смотрел видео на ютубе, уже не помню на каком канале, где вы, с молодым шариком, решали задачи из Амазона, Гугла. А, да. Да, это пресс. На нем же недавно вышел фонд «Боярд математики». Да, вот. И там вы говорили, ну, как условно, и условно, все говорили, что у вас математика – это дело всей жизни. Вот. И мне бы хотелось знать... Чистая правда. Почему и с какого момента вы пришли к этому? И можно ли сказать, что для вас математика, как, допустим, для Перельмана – это вопрос нравственности? Нет. Я не знаю. Честно говоря, про концепцию у Григория Перельмана, я не знаю, но я человек вполне светский. У меня жена, четверо детей, я очень социальный, но не перенимал точно. Но в профессиональном отношении, да, меня кроме математики ничего не интересует, это правда. В профессиональном отношении очень много. Я очень люблю музыку, походы хожу постоянно, там, пофилософствовать обожаю. Но в плане профессионального меня интересует, это честная правда. Остальные как-то мелкие. Мне кажется, остальное все настолько интересно, какие красивые бывают, там, те же элементы, задачи или там, сюжеты, что… Ну, в общем, да. Ответ, да. А, с какого момента? Ну, вообще, после МИХМАТа я получал образование в мат-экономике в российско-экономической школе. Ну, там уже я понял, что самое интересное в экономике – это именно математическая составляющая, а все остальное как-то совершенно непонятно и неопределенное. Какая-то шуманская часть вообще большая. Я считал, как бы, это специалист, который говорит, что он знает экономику, но, ну, как бы, вам нужно знать какую-то отдельную область, наверное, хорошо. А в остальном это какое-то постоянное гадание. Вот реально, я видел, что где окончается математика, там начинается реально гадание там. Ну, положим, скажем, ну, давайте положим считать, что уровень прибыльности будет такой. Почему такой? Ну, а как еще посчитать? Уравнение-то нужно как-то составить. Ну, вот, я думаю, лучше меня это все, понимаете, да? Хотели бы вычислить? Да, меня очень много и не только на этом канале, а вообще в интернете. То есть можно смотреть там всякие постнаука, всякие чужие коллапы с другими людьми. Вот недавно вышел, например, разговор с отцом Андреем Ткачевым, священником, у которого огромное количество подписчиков. Делинный часовой разговор. «Пять доказательств решения Бога математики» называется. Ну, не доказательств, естественно, будет. «Разист не может быть в существовании Бога, не доказательств, не опровержения». Но свидетельств таких, как вы понимаете, можно это увидеть. И с каждой наукой можно что-то увидеть. В общем, такой околорелигиозный разговор вышел. Есть с Ройсманом, с большим мэром Максимсбурга. Вот. Много чего, короче. Набирайте соматеи в интернете и смотрите. Как-то я ехал на Игричке, ко мне подошел очень грозный дядя. Высокий, большой. И сказал. Алексей Владимирович сказал вам. Да. Говорю я. Здравствуйте. Ну, я сразу понял, думаю, «Но, это что еще воин! Я еще полгода вас отниму, как минимум». Так что, если вы в это погрузитесь, то в большую часть жизни вы можете здесь потерять. Спасибо. Чему вас и призываю. Спасибо. Благодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗИВИЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗИВИЫ ПОЗИВИШ grandmother блокад open Продолжение следует...